Доброго времени суток, дорогие зрители! Наши гости и подписчики, вы смотрите Польза и Вред. И сегодня у нас Вред и Польза малины. Малина – многолетнее растение с красными съедобными ягодами, которые имеют сладкий вкус, а также содержат важные минералы, витамины и антиоксиданты. Богатый состав определяет полезные свойства ягод малины для человека. Они снижают риск развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем, помогают нормализовать массу тела, улучшить состояние кожи, смягчить течение воспалительных поражений суставов. Малину рекомендуется принимать беременным для профилактики осложнений, а также детям в первые годы жизни. Давайте мы с вами сейчас рассмотрим главные факты о пользе малины для нашего организма, которые, кстати, подтверждены научно. Богатый состав. Малина – низкокалорийная ягода, 52 калории на 100 грамм, которая содержит следующие питательные вещества. Углеводы, пищевые волокна, клетчатка, белки, жиры, витамин С, марганец, витамин К, витамин Е, витамины группы В, железо, магний, фосфор, калий, медь и цинк. Также в составе малины имеется небольшое количество витамина А, тиамина и кальция. Главное достоинство ягоды – содержание большого объема витамина С, регулирует обмен веществ и работу иммунной системы, улучшает состояние кожи и пищевых волокон, которые необходимы для слаженной работы желудочно-кишечного тракта. Антиоксидантное действие В составе малины имеется масса антиоксидантов, особых веществ, которые блокируют окислительный стресс и воздействие свободных радикалов на все клетки организма. Именно с окислительным стрессом, согласно последним научным данным, связано развитие злокачественных опухолей, сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Основными антиоксидантными веществами в малине являются элаговая кислота, кварцетин и витамин С. Следует отметить, что практически схожий антиоксидантный потенциал имеет клубника и черника. Работники Иллинойского технологического института в США доказали, что свежая малина, а также экстраты на ее основе, оказывают выраженные противовоспалительные действия, то есть угнетают хронические воспаления и способствуют увеличению продолжительности жизни, а также эффективны в целях профилактики сахарного диабета второго типа, ожирения и рака. Снижение сахара в крови. Малина содержит много клетчатки и имеет достаточно низкий гликемический индекс, что позволяет включать ее в рацион лиц, страдающих сахарным диабетом. Многочисленные зарубежные исследования демонстрируют, что ягода помогает контролировать уровень глюкозы в крови при наличии различных патологий гликемического фона. Например, в экспериментах на грызунах установлено, что малина не только снижает уровень глюкозы в крови на 15-19%, но и повышает чувствительность периферических тканей к инсулину. По данным ученых из США, употребление малины также связано с редкой частотой встречаемости ожирения и гепатоза печени. Данные отклонения являются спутниками сахарного диабета 2 типа. Борьба с раком. Выраженный антиоксидантный потенциал малины позволяет использовать ее в целях профилактики и лечения злокачественных новообразований. Опытным путем установлено, что ягоды малины снижают вероятность злокачественного перерождения клеток следующих органов. Толстая кишка, прямая кишка, предстательная железа, молочные железы и слизистые полости рта. Также исследования подтверждают эффективность против рака, желудка, яичников и печени. По данным чешских специалистов, аналогичной эффективностью обладают и другие ягоды, такие как клубника и ежевика. Облегчение течения артрита и других заболеваний суставов. По данным американских ученых, малина содержит противовоспалительные вещества, которые способны снизить выраженность симптомов артрита и прочих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эксперименты на крысах демонстрируют, что употребление малины не только снижает интенсивность болей, но и способствует менее тяжелому течению артрита. Также, как утверждают специалисты из Португалии, обыкновенная малина уменьшает отек и предотвращает деструктивные поражения суставных поверхностей костей. Помощь в потере веса. Малина – низкокалорийный продукт, содержащий в себе много воды, а также клетчатки, которая является важным элементом питания, направленного на снижение массы тела. Дополнительную роль вносят особые химические вещества – кетоны, содержащиеся в ягодах. Согласно данным экспериментов на мышах, кетоны снижают скорость набора жировой массы. Аналогичные данные были получены в ходе проведения исследований и на людях. Улучшение состояния кожи. Малина содержит органические кислоты, а также витамин А, С и Е, которые поддерживают эластичность и влажность кожи, предотвращают образование морщин. При этом основная роль принадлежит аскорбиновой кислоте, которая регулирует синтез коллагена. Не менее важная роль в поддержании здоровья покровов отводится антиоксидантам. Согласно данным польских исследователей, антиоксиданты обеспечивают профилактику ранних инвалютивных изменений кожи. При этом ягоду можно применять не только внутрь. В косметологии широко распространены маски для лица из малины, а также всевозможные кремы и лосьоны. Польза для детей и беременных женщин. Малина крайне полезная ягода для детского организма. Благодаря особому составу она обеспечивает сбалансированное и правильное развитие всех органов и тканей организма. Улучшает работу пищеварительной системы. Адекватная моторика и полноценное всасывание питательных веществ – залог здорового роста и развития. Укрепляет иммунную систему. Организм ребенка становится более устойчивым к различным внешним инфекционным агентам. Грибы, вирусы, бактерии. Рекомендуется вводить малину в рацион ребенка постепенно, начиная с 1-2 ягод в сутки на 12-13 месяцев жизни. Малину также рекомендовано включать в рацион женщин во время беременности, поскольку она улучшает работу пищеварительной системы. Предотвращает развитие инфекционных заболеваний со стороны организма матери и плода. Улучшает кровоснабжение органов репродуктивной системы. Ну а теперь вред и противопоказания. В отдельных случаях малина может нанести нашему организму вред. К числу побочных эффектов и одновременно противопоказаний относят аллергические реакции. Аллергопатология, как правило, носит выраженный системный характер. Анафилактический шок, ангионевротический отек, обострение хроничных заболеваний пищеварительного тракта. Малина вызывает раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечной системы за счет наличия в составе экстраактивных веществ и может усугубить течение гастрита, доуденита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Ну и сделаем с вами коротенькие выводы. Малина содержит много антиоксидантов, витаминов, особенно С и К и минеральных веществ. При регулярном употреблении она укрепляет иммунитет, улучшает эстетические качества кожных покровов. Также ягода предотвращает ряд заболеваний эндокринного, сердечно-сосудистого и онкологического профиля, способствует снижению массы тела. Малину рекомендовано употреблять при вынашивании плода с целью профилактики осложнений беременности, а также в первые годы жизни малыша. Ну и рекомендуется с осторожностью подходить к употреблению малины ввиду наличия небольшого перечня противопоказаний. Вот собственно и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным мнением или опытом можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео и всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok